Субтитры сделал DimaTorzok Секундочку, давайте сначала заставку эту посмотрим, что там есть вообще Говорят, история величайший из всех учителей И еще говорят, что сказания о минувших подвигах сделали нас такими, какие мы есть И влияют на то, какими мы станем в будущем Говорят, что такие легенды с каждым пересказом все ярче озаряют нас светом истины Одну из подобных историй я вам и расскажу Она хорошо знакома мне, поскольку я провел почти всю свою жизнь Собирая ее по кусочкам и занося в эту летопись Действие нашей повести происходит в одном из северных регионов Фейруна Под названием Долина Ледяных Ветров Это суровая, холодная земля, отрезанная от всего остального мира стеной зубчатых гор Что носит название Хребет мира Веками ее ледяные равнины были домом для варварских народов Утгарта и Регеда Варвары жили простой жизнью Свободные, гордые и крайне независимые Так было до тех пор, пока архимаг по имени Аракон не появился в Долине Ледяных Ветров С помощью армии наемников Аракон собирался завоевать север и обратить гордых варваров в рабство Последовали долгие недели битв, в которых разобщенные северные племена понесли огромные потери Поражение казалось неизбежным Самый темный для варваров час Шаман по имени Джерод выступил с требованием собрать совет всех оставшихся племен Джерод, которого все уважали за воинскую доблесть Убедил совет отбросить разногласия и объединиться против Аракона Укрепившись духом, поскольку у них теперь была четкая цель Северяне объединились под руководством нового вождя Вместе северяне оказались так сильны Что смогли более чем успешно противостоять Аракону Который рассчитывал на раздробленность племен Волна за волной Армия варваров накатывалась на бойцов-наемников Аракона Сначала заставив их перейти в оборону А затем и вовсе обращая в бедство Аракон, войско которого распадалось у него на глазах Пошел на отчаянный шаг Боясь, что еще немного И враги доберутся до него самого Собрав оставшуюся силу Архимаг пробил брешь между мирами И открыл портал в нижние планы Крики глупого Архимага о победе Немедленно превратились в вопли ужаса Когда отвратительные уродливые демонические формы Материализовались в портале И хлынули на поле битвы Неожиданное появление демонов Заставило варваров и наемников Стать плечом к плечу против новой угрозы Выжившие воины храбро ринулись к порталу Чтобы прогнать назад, ища Диада И начали погибать сотнями Потрясенный зрелищем гибели своих сородичей Шаман Джерад поднял взгляд от окровавленного снега Покрывавшего поле битвы И увидел одинокую фигуру на гребне далекой горы Джерад немедленно понял, что это видение Знак от его бога Темпуса Громко взывая к своему богу Он прорвался через ряды демонов И нырнул в портал Когда кровь Джерада смешалась с энергией портала Вспышка белого света затопила поле сражения Когда свет угас, демоны исчезли А портал был закрыт На его месте парил диск из цельного камня В центре диска было заключено тело Джерада Застывшее в последнюю секунду его агонии В последнюю секунду его триумфа навечно Но это не конец нашей истории Это только... Короче, это только начало Я за него продолжу Так Ну что, вот заведочка такая, да? По сюжету Так, сейчас быстренько гляну Работает ли у нас Запись вообще-то? Я не зря говорю это Так, вроде работа Все отлично Так Ну что, ну что Давайте тогда создавать Будем играть Будем играть в Эсвиндел На самом сложном уровне сложности И на... Так, надо бы, наверное... Давай корейский включим Никогда отсюда из этого меню не уйдем Так, да что ты опять? Не на то нажал Так Сосредо... Чьей ярости? Господи, боже мой Я как это... Как черемухи наелся Кровавого месива Отлично! Вот я не знаю Включать ли Максимальный пункт Здоровья на уровень То есть там Роли будет, да? Как бы Ролл кубика будет И... Плюс модификатор Но может... Может включить его Потому что Как-то стрёмно Если там плюс 6 Войну прилетит Это будет вообще Будет обидно Прям бипец Так Опыт... Так, это всё не включаем Форд... Так, 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 так Всё включим Так, окей Ладно, не будем включать его Вот так, наверное, ещё интереснее Так Да какой язык-то? Господи, боже мой Так Громкость звуков Наверное, нам надо Немножко потише сделать Как мне кажется Громкость роликов Вот так Отзыв команды редко Так Тут всё Субтитры, боевые кличи Звуки шагов Окей Звук, правда, какой-то, да, был? Этот самый Немножко Какой-то там С какими-то дефектами Ну ладно Давайте создавать Новая партия Этих товарищей Мы сразу удаляем Вот И давайте погнали Создавать Я не знаю Создавать ли сосисочную партию Наверное Наверное Женщин Парочку создадим Что-то, так сказать Так сказать Да, кстати, какие-то Ну о, видали тут Я что-то не помню таких Ну какие мерзкие, а Вот смотрите Наверное, они Венчайн Эдишн Были добавлены Да, они Смотрите, как резко Отличаются И, честно сказать Не в лучшую сторону Что-то Как-то не очень Так, первый у нас будет Паладин Я особо Как бы Разглагольствовать тут не буду Да Сразу я уже подобрал Партию себе И я так просто Буду говорить Что я думаю Как-то, да Как все работает И вот И почему я это выбрал Паладин У нас Харизмик Да, соответственно Он будет Лидер партии И Харизму набрать Для Цен Для цен Так Потому что Харизма Если брать ее Больше 20 Ой, 20 20 Не плохо В лову взять 18 То Цен уже будет 15% Если 19 И дальше Там 20 А с 20 Харизмы У нас вообще Начинается 25 И вообще И вообще Так Паладин Паладины у нас есть под класс Вот я не знаю Либо брать охотник Нежить Потому что В принципе Неплохо Я не думаю Что я буду хилить И возложить руки Потому что у нас Оно Ну не знаю Ну такое наверное себе Да Один раз за день Это вообще Или Как там Один раз за день Так Может быть Что такое Что такое Так Вот Так Наружить зло Вылечить Что такое Где написано Только что где-то было написано Только что где-то видел Так Носить шлемы Вот Зажить руки В уровень цены Два пункта За каждый уровень Паладина Раз в день Ну такое Да То есть я думаю Что я либо рыцаря Но рыцарь по сути Неплохо Но он Хрень добавляет Три тако Против демонических И драконоподобных Я не помню Если они есть Ну вот Они наверное Может есть Но на нежити Плюс три тако Это прям вообще Урон против любой нежити Это урона Плюс три Это и откачивание уровней Прям вообще И вылечить болезни И возложить руки У нас прист В принципе есть Так что Я думаю Что наверное Возьмем охотника На нежить будем Создавать добрую партию Не люблю я играть Вот можно было бы вообще Вот хорошо собрать Черного стражу Но я буду доброй партией Неохота играть А злой партией Он может быть только Законопослушным И добрым Так параметры Параметры Давайте парочку Про параметры Расскажу Сила Ну соответственно Для милищников С какой Силой бьет Ну удар Да И попадание Для милищного оружия То есть Если 16 У нас Начиная с 16 Идет Модификатор Главный модификатор А не То число Которое здесь указано То есть 16 плюс 1 17 Тоже плюс 1 С 18 0 Да Ну короче Без дроби Сейчас дробь тоже объясню С 18 У нас модификатор Плюс 2 Идет К таку И С 19 Уже Плюс 7 Кстати говоря Че Да Плюс 7 С ума сойти По-моему Плюс 7 Да Дробь 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 Ива Только у Милищных Классов Типа войн Я не знаю Там Ну Паладин Воин По-моему Раз этот Раз Не разведчик А как Как он здесь Следователь Следопыт Вроде Ну Не помню Ну вообще Войны Войны Которые Да Так Дробь означает Просто еще одна Не 19 А просто еще Типа дробь Ну Сота Часть Да И получается Модификатор У нас 18 И От 0 1 До 75 У нас Будет Плюс 3 Модификатор Сила Будет Давать От 76 До 90 Плюс 4 А 99 Ой 91 92 Плюс 5 А 18 0 Равно 19 Это 18 У нас 18 А 18 У нас Плюс 7 Идет То есть 18 0 Не сильнее Чем 19 Вот Так Так Давайте Объясню Что такое Так Так Как бы это Объяснить 2 Тухит Армор Класс 0 В общем Это Формула Расчета Урона То есть Получается Есть Армор Класс И чем он Меньше Тем лучше И Так Чем меньше Он Тем лучше И получается Например Если у нас Так у 15 а армор класс то есть как класс брони у противника например 5 то по форме ли атаку минус армор класс до 5 то есть 15 минус 5 равно 10 то есть соответственно для удачного удара для попадания нам нужно навсегда бросаться 20-гранный кубик вот и для просчета вот этих и чтобы на 20-гранном кубике нужно соответственно по этой форме ли выпало 10 и больше тогда удар считается успешным вот атаку и армор класс могут быть минусовыми по моему армор класс 100 процентов минусовой может быть то есть еще лучше вот но чтобы понять лучше вот есть немножко перефразировать можно до поменять эти местами и получаться если так он меньше либо равно армор класс плюс бросок кубика да то тогда мы попадаем надеюсь понятно не знаю понятно или нет но в общем так нам надо хотя бы минимум уже больше 50 заролить вот желательно на на больше 90 но под больше 90 это прям уж совсем вот больше 70 заролить уже будет хорошо так вот это дробь ловкость ловкость у нас это отвечает только за вернее только она до хрена за счет отвечает она за так у с помощью даль дальнобойного оружия также как сила только без дроби да и армор класс в этой версии игры я не знаю версии dnd это вторая редакция какая броня не режет бонус от ловкости то есть соответственно всем воинам надо брать максимальную ловкость потому что она тоже армор класс режет у нас дать соответственно модификатор режет армор класс у нас и становится лучше вот и причем вместе с броней становится прям вообще значительно лучше а так как мы еще играем на сердце сосредоточие яростью нас тут вообще вот беда вот и соответственно таков для этих добавляют для даль для дальников вот так дальше телосложение в принципе для для не воинов и для всех кастеров до которые именно кастер можно брать по моему 12 12 там начинают они подожди какое спина с 15 с 15 у нас идет плюс 1 модификатор а все что дальше 15 для него воинов идет модификатор плюс 2 вот сейчас скажу модификатор это у нас получается дополнительных хп на уровень блин тут и все сложно припец это объяснять первые 9 левелов для воина по-моему и 10 левелов для обычного персонажа обычно войны необычный персонаж не для воина у нас добавляются модификатор то есть у каждого персонажа сразу есть там воин получат 1d 10 1d 10 значит 1 dice 10 то есть это один десятигранный кубик вот и модификатор телосложения если я все правильно помню соответственно так то есть кастером можно выше 16 не поднимать то есть 16 взять и все 16 хватит них вы бонуса никакого больше не будет чтобы очки тратить а всем воинам соответственно надо там дальше прирост идет до 20 из 19 плюс 5 и дальше в принципе то же самое все нет они там больше не помню в общем взять мы можем только основу поэтому рассчитан только на 19 19 плюс 5 дает вот и хорошо так интеллект интеллект нужен только для магов вот он показывает какой уровень заклинаний может не только для магов для кастеров магов уровень заклинания которым можем владеть да то есть 18 полин я не помню вам 18 уровень 9 9 до 18 18 интеллект то здесь модификаторов никаких нет здесь 18 интеллект дает пользоваться девятого уровня магией но не барда барды по моему барды могут только 8 у них какой-то штраф есть но мы барда будем создавать еще подробнее а вот то есть как то так и количество заклинаний на каждого уровня по-моему когда 19 год интеллекта там вообще без бесконечно можно запоминать но это не точно я не знаю чем кем еще будем играть сейчас будем собирать я был план поныть и немножко я примерно так составил вот но надо посмотреть так мудрость мудрость важна для жрецов вот для жрецов она дает ее как эти называются дополнительные пойнты как полин только что говорил короче плюс плюс вот эти вот модификатор господи боже мой модификаторы дают дополнительные заклинания которые получают они при повышении уровня вот чтобы ну больше кастовать грубо говоря это самое по самому простому если говорить мудрость паладины тоже могут кастовать с какого-то с девятого по моему левела могут кастовать заклинание жрецов но у них модификатор мудрости совершенно на это не влияет как и колдунам кстати говоря интеллект не нужен колдун это распространенная 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 другая ветка мага но он не может учить из свитков заклинания и получает за одно заклинание не одно там сколько-то не помню заклинаний каждый уровень может выбирать и записывать и не может их менять вот и интеллект ему не важен он получат свои заклинания только от левела то есть вообще в принципе мне ему не нужен так харизма харизма ну соответственно она влияет только на покупку до эти на цены вот и еще на чё-то бардов паладинов он только на цены что-то еще на добавлять я не помню но в общем на цены она только влияет и а на этот на на то как npc к тебе относится при первом обращении к ним да соответственно то есть модификатор там какой-то в них есть я не помню вот то есть харизму надо взять наверно 18 нашу паладину чтобы модификатор при 18 по моему 15 процентов идет скидка с 19 и 20 с 20 харизмы уже 25 но 25 максимум процентов так 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 ну вроде как все рассказал давайте тогда поролим здесь надо ролить общий суммарный бросок наверное около восьмидесяти восьми где-то хотя бы минимум надо накинуть долго уже лясы точим так восемьдесят пять давай запомним я не знаю подольше тут сейчас пароль может быть даже о восемьдесят семь хорош так главное чтоб сейчас была сила хорошая вам чтоб сейчас была сила хорошая балин ты подумай а 49 это мало мало-мало придется паролить ой ты че дурак? нажал то запомнить 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 так пожалуйста давай хорошую силу мне девяносто один я украл себе вот это да это у нас получается модификатор плюс 5 охренеть мы в модификатор плюс 5 попали вот это вот этот прикол так харизму тоже 18 возьмем мудрость мы не можем интеллект можно его вообще кстати дауном сделать да он ничего не сможет использовать Ну, в принципе, это нам и не нужно Нам нужно замаксить вот эти вот И мудрость нам тоже не важна У нас дабл-класс не может быть Мультикласс тоже не может быть Вообще, слушайте, мы интеллектуал неплохой, кстати Совершенно не грамотен Не может использовать свитки и большинство жезлов Независимо от его класса Но, в любом случае, харизму мы возьмем 18, у нас будет лидер партии Будет безмозглый лидер партии Само то, прям то, что надо Прям то, что надо 91, хорошо Так, в игре очень много длинных мечей И, соответственно, это Сейчас мы будем танковать прям по страшному Нам надо будет прокачивать именно Какое-то одно оружие Ну, прокачивать там много чего можно Вот, но это все дает так Вот здесь можете почитать То есть два опытности И паладин может максимум только два иметь, к сожалению Вот, и така плюс один Ну, на самом деле здесь улучшение плюс один к таку Это, наоборот, минус один добавляет То есть, как бы Не знаю даже, как понять Ну, в общем, как-то так То есть, все, что плюс к таку Это минус к таку здесь Вот, то есть мы, грубо говоря Если просто, простым языком Длинный, пользуясь длинным мечом Мы попадаем чаще Вот Вот, а щит и меч Здесь на самом деле не щит и меч А просто щит С любым оружием в другой руке Он добавляет вот к нашему Так, та же история Классу защиты, да Армор класс То же самое То есть, минус баг Так, ну все Отлично Берем длинный меч Вот, надо взять разнообразное оружие Для всех Не все одинаковое Потому что мечей и всяких там Прибамбасов много Если вы возьмете, например, длинные мечи Всем, то Все будут бегать с обычными Один какой-нибудь с крутым мечом, блин Поэтому лучше брать разное оружие Окей Внешность Ну, внешность у нас тут не особо Давайте только единственное Сделаем ее белым Потому что у нее доспех белый Какой-нибудь Вот такой вот И немножечко красного У нее там есть какой-то воротник красный Куда он? Куда он? А почему-то у нее красный-то? У нее не воротник, а эти рукава, блин Давай синим тогда его Давай вообще белый, вот так Отлично Так, сейчас надо Взять голос нормальный Потому что Здесь вот опять этот баг есть Вот, например, с дополнения, да Если мы возьмем, например, сердце зимы Где там То он начинает опять Слушайте, хлопать как-то Звук Я иду И ад Вряд ли вы все будете мной Домоги Дай почту за Демоны сна преследуют меня Союз с гномами Принес нашим раз Как-то палец Короче Здесь есть вот Если брать когета Вот-вот они хлопают Ну, как в заставке было Вообще О, видите То есть и всю игру Вот, вот эта фигня И страдает И лучше не выбирать Вот эти вот английские названия Потому что Потому что Вот именно поэтому Значит, настоящий источник Лежит где-то еще Я чувствую Я иду И ад следует за мной Вот Получается Вот это английский Я не знаю, откуда они взялись Видимо, в Enhanced Edition Добавились Это просто фраза Каких-то героев Из игры И я Один раз тут попробовал Поиграть Взял какого-то из этих Он просто Выделяешь его И он такую речь толкает Там А, ты пришел Давно не виделись Ты притащил Как мы там договаривались В общем Какие-то левые фразы Прям ужас, ужас Поэтому лучше брать Вот именно Которая на русском Да, которая стандартная Вот И такие Нейтральные будут И нормальные Я омою бороду Твоей крови Ты Сделаем кое-кому больно А, кстати, они тоже Вон Вести должны Знающие Ха-ха Сзади Как жаль, что нам приходится Я направлю вас Наверное Не хочу прерывать тебя Короче, паладин Чисто в этой Вот это Прям по роже В него видно Так, как назовем ее? Калеол Хорошее имя Для паладина Так Нечи щит 91 Прям очень хороший Охотник на нежить Нежить у нас будет много В какой-то там локации Вот И думаю, что Поможет Ну, одно из самых хороших Ну, вот Так Дальше Второй Второй я хочу создать Сосисочным тоже И Полуорка Опять эти рожи Слышавые Полуорка Война клирика То есть Мультикласс Мультикласс это когда Ничем не отличается Просто Два класса Одновременно Прокачиваются Мультикласс Называется Он Опыта требуется Как бы Два раза больше Потому что Одновременно Два раза Прокачиваются Два класса Да Ну и плюшки Соответственно Одновременно Идут От обоих классов Вот Есть еще Дуал класс Этот человек То Клирик Клирик Как бы Побрал Давайте Вот этого Так Раса Полуорк Потому что У меня Сила И телосложение Интеллект Ему Абсолютно Не нужен Он У нас Тоже Вот Громотей У нас Вся Это Так Где там Воин Воин Клирик Вот Клирики Нам нужны Прям вообще От нас Опыта будет Очень много Поэтому я думаю Что нормально Так Давайте Какой нейтрально Добрый Да Кстати говоря Насчет Мировоззрения Еще Законопослушный Нейтральный Добрый Отечный Законопослушный Добрый Так Законопослушный Так Три добрых Три нейтральных Три злых То есть Получается Все Да У нас Отечный Нейтральный Законопослушный Законопослушный Добрый Персонажи С таким Характером Убеждены Что Хорошо Организованное Сильное Общество Четкой Структурой Власти Послужит На благо Большинства Населения Создание Законов И их Выполнение Помогут Сделать Жизни Лучше Особождение Законов Из-за Него Помощи Являются Залогом Процветания Общества В целом Таким Образом Законопослушные Добрые Персонажи Стремятся Справедливые Судьи А это Обладатели Законопослушного Доброго Характера Нейтрально Добрый Такие Персонажи Верят Необходимость Равновесия Сил Но лишь Относительно Порядка И Хаоса Стремление К Добру Они не считают Нужным Ограничивать Мир Огромен В нем Обитает Множество Существ Преследующих Свои цели И По тому Решение Нести Добро Не нарушат Баланс И даже Поддерживают Его Добрых персонажей Организация Сама по себе Не имеет Никакого Значения Барон Нарушающий Приказы Короля Для того Чтобы уничтожить То что он Считает Злом Пример Проявления Нейтрально Доброго Характера Наверное Вот этот Нам подходит Нейтрально Добрый Опять Говорю Я буду Добрую Создавать Партию И соответственно Лучше бы Чтобы все Были Либо там Какие-то Законопослушные Либо добрые То есть Что-то Должно Поотечные Добрые персонажи Ярко выраженные Индивидуалисты Отмеченные Добротой И великодушием Главная ценность Для них Добро И справедливость А к законам И правилам Они относятся Без всякого Почтения Им не нравится Когда кто-то Пытается Всех Построить в ряды И указать Что кому делать В своих поступках Они руководствуются Собственными Соображениями Морали Которые могут Расходиться С представлениями Общества Отважный Следователь Земель Который Продвигается По неизведанным Территориям И прокладывает Путь поселенцам Яркий пример Хаотично Доброго персонажа Кстати говоря Вот клирику Вот мы его И возьмем Законопослушный Нейтральный Персонажи С таким характером Превыше всего Ценят порядок И организованность Они верят В сильную Организованную власть Будь то тирания Или демократия Выгода режима И порядка Для них Превыше Моральных соображений Инквизитов Любой ценой Обезвреживающий Еретиков Или солдат Который Беспрекословно Уполнят Приказы Это пример Законопослушного Нейтрального Поведения Короче Как это сказать Хороший раб Хороший раб Система Вот прям вообще Истинно Нейтральные Персонажи Верят В абсолютное Равновесие сил И не оценивают Какие-либо поступки Как злые Или добрые Такие убеждения Встречаются Крайне редко Поскольку Большинство Все же придерживается Тех или иных Суждений Нейтральные Персонажи Избегают Склонности к отдельным силам Добру Злупорядку И хаосу Своим долгом Они считают Соблюдение Неколебимого Равновесия сил Порой Им приходится Принимать Участие В самых Необычных Конфликтах Как правило Нейтральный Персонаж Выступает На стороне Более Слабого Соперника И иногда Даже начинает Поддерживать Его противника Если тот Слабее Становится Слабее Например Истинно Нейтральный Друид Помогает Местному Боронству Смирить Племя Злых Гнолов Но Устраняется От конфликта Или выступает Против Людей Когда Гнолы Оказываются Почти Истреболены А он Всегда Старается Уравновесить Стороны Очевидно Что Истинно Нейтральный Характер Большая Редкость В мире Хаотично Нейтральный Хаотично Нейтральный Персонажи Убеждены Что порядка Не должно Быть Ни в чем В том Числе И в их Собственных Действиях Руководствуясь Этим Принципом Они Потакают Своим Минутным Желанием Не задумываясь О добре И зле С ними Крайне Трудно Иметь Дело Такой Персонаж Может Без Всякой Веской Без Всякой Причины Поставить Все Свои Имущества На кон И проиграть Его Не боргнув Глазом На них Ни в чем Нельзя Положиться Пожалуй Единственное В чем С ними Можно Быть Уверенным Так это То Что В нем Что Ни в чем Нельзя Быть Уверенным Такой Характер Пожалуй Сложнее Всего Отыгрывать Хаотично Нейтральным Можно Назвать Поведение Лунатиков И сумасшедших Прям Вообще Хаотично Нейтральный Хороший Раб И сумасшедший Прям Отлично Законопослушный Злой Такие Персонажи Ищут в обществе И законах Только выгоду Для себя Структура Власти Возвышает Тех Кто достоин Править И создает Четкую Иерархию Между Властителями И подчиненными Ими Законопослушные Злые Персонажи Защищают Законы И устои Общества Пока Те не идут В разрез Их Интересами Им не важно Что такие Законы Будут принести Кому-то Вред Или Страдания Сами Они подчиняются Законам Только из страха Перед наказанием Законопослушные Злые Персонажи Очень осторожны В обещаниях Зная Что могут Быть Принуждены Исполнять Невыгодный Договор Или Клятвы Дав Слово Нарушить Его Они могут Только в том Случае Если найдут Для этого Законную Возможность Тиран Правящий Железной Рукой Или Хитрый Жадный Торговец Примеры Обладателей Законопослушного Злого Характера Нейтрально Злой Такие Персонажи В первую очередь Интересуют Собственно Выгодой Успех Они Не против Будь она Законной Сомнительной Или явно Криминальной Хотя Такие Персонажи В отличии От Приверженцев Хаоса Не убеждены В том Что каждый Сам За себя Они Без Колебаний Готовы Придать Товарищей Ради Личной Выгоды Они Служат Тому Кто Предлагает Им Больше Власти И денег Склонны К Взяточничеству Беспринципный Наемник Обыкновенный Вор Двойной Агент Который Передает Других Ради Обогащения И собственной Безопасности Вот Типично Нейтральные Злые Персонажи Но Нам Все Не Подходит Хаотично Злой Такие Персонажи Погибель Для всего Доброго И Организованного Их Волнует Только Собственное Стремление К Выгоде И Удовольствия И Они Пользуются Любой Возможностью Заполочить Желаемое Законы И Власти Не считают Прерогативы Слабаков Не способных Защитить Свои Интересы У сильных Есть право Брать Что Захочется Слабые Нужны Чтобы Ими Пользоваться Хаотично Злые Персонажи Могут На время Объединиться Но Не Желание Сотрудничества Ради Борьбы С Более Сильным Врагом Такое Объединение Может Существовать Только Под Властью Сильного Лидера Которому Подчиняются Из Страха А Раз Отлично Так У нас Кто там У нас Отважный Исследователь Земель У нас был Поварк Отважный Исследователь Земель Боец Воин И Клирик Погнали Так 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 Что там Клирику Надо Во первых Нам Сначала Два бросок Киданем Тоже побольше Близкий К 90 Тоже Силу Надо поднять Так как Он у нас Будет Танком Да И Соответственно Нам надо Подкинуть Мудрости Ему еще Для того Харизму Можно убирать В ноль Потому что Харизма Нужна Только для Товарища Который Будет Первым У нас В пати То есть Паладин То есть Он будет Говорить И Соответственно Цены И Реакцию Персонажей Сколько Там запоминал Сейчас Опять Б 90 Наролить Было бы Здорово Да Черт возьми Сейчас Немножечко Еще Паролим Я говорю О Вот Стоит Рот Открыть Хорошо Так Харизму Мы убираем В ноль Здесь Спас Броски Не работают От Параметров От этих То есть Спас Броски Просто растут Непосредственно От левела То есть Соответственно Здесь Минмакс Работает Прямо Отлично Прямо Отлично Так Ну что А 19 Он же у нас Пол орг Точно Все 19 Хороший Само Тон 18 Телосложение Кстати говоря Тоже 19 Так Мудрость Интеллект Ему Не нужен То есть Ну Просто на 10 Хотя бы Чтобы Был не тупым Так И соответственно Мудрость 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 Нам еще надо 18 То есть Харизма Вот Все Прям вообще Идеально 19 Максимум 19 19 19 Интеллект 10 Пойдет Интеллект Нам не нужен Если только Какие-нибудь свитки Используют Все Отлично Прям вообще Хороший 19 Ох Прям здорово Хорошо У меня и хп Будет много И прям Колдовать Будет Зебенский Окей Так Хочу его Сделать Либо Молот Так как У нас Этот Давай Молот Ему Сделаем Прям Прям Хорошо Мечище Тоже Вот так Он будет Только 2 Слота Взять Из Клерика Ну да Ладно Так Очень важно Здесь взять Проклятие И наверное На первые Разы Нам надо Взять Обреченность Потому что У нас Первые Будут Серьезные Противники Это будут Какие-то мелкие Гоблины Гоблины И Можно конечно Магический Камень взять Но Он Без Спасборска От него нет Он будет Прямо Стрелять Но я думаю Что лучше Потанковать И как бы Остальные Пускай бьют То есть Вот так вот Возьмем Потом Обреченность На него Возьмем И наверное Защиту от Зла Чтобы на себя Колдануть Сразу Да Вот думаю Вот что-то Типа такого Окей Потом все равно Это можно поменять Это первостепенно Она не особо Важна Так Что-то бы Какие-то Прям вообще Давай-ка Что-нибудь Типа Вот такого И Вот такого Блин Вот эти вот Желтенькие Как бы Поменять бы Тоже Какой-то Рожа А подожди Вот так вот И какая-нибудь Похоже у тебя Что-нибудь такое Немножко посветлее О Вот такое Посветлее Потемнее В смысле Вот так Пойдет А прям Вылет Так Сейчас надо Взять Какого-то Тут Вот тут Что-то Бло Вот прям Вообще Отлично Его и берем Имя Так Надо Какое-то Орковское Аргромак Аргромак Отлично Отлично Все Так Есть Воин-клерик У нас есть Так Дальше Дальше Я хочу Взять Война-вора Обязательно Надо Война-вора Взять Так Сосиску Где у нас там Какой-нибудь Хоббит Какой-нибудь Вот такой Войн-вор Наверное Вот этот Вот даже Взять его Лучше Наверное Его Возьмем Вот так Так Раса Полурослик Почему Потому что У него К взлому Замков И ко всему Вот этим Воровским Навыкам Идет Бонус И что Очень Хорошо Ловкость Плюс 1 Идет От этого Как его Ну короче К проще Да И еще Прям один К таку Прям при использовании Прощи Это прям вообще Отлично Но Я вот думаю А может быть А может быть Не воин-вор взять А например Блин Это Воин-маг Но тогда У нас Получается Полуэльфа Надо создавать У него там Целая гора Вот воин Воин-маг Но Тогда нам Надо Максить Именно Интеллект Будет ему А подожди Гном Могут только Мультикласс И специалисты Иллюзионисты Так Войн-маг Подожди А мы-то кто А мы Полуэльф Отлично Не дай бог Иллюзионистом Еще станем Вот Я не знаю Подожди Какой воин-маг Вор-маг Маг-вор-маг Так Вот 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 Думаю Либо его Взять Либо Взять Воина Воина По сути Там Он Только Хэлла Наверное Будет Добавлять Но Маг Я думаю Что Неплохо Будет Давайте Попробуем Мага Не охота Мага Попробовать Отыграть Единственное Только Плохо То Что Он Стрелять Будет Хреново У нас Надо Будет Хотя Там Блин Я не знаю Либо Война Блин 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 Подумать Войн Вор Неплохо Но Вор Точно Надо Отдельного Вора Не хочу Брать Потому Что Милишку Его Просто Разорвут На Первых Левелах У нас Я думаю Наверное Возьмем Мага Вора Давайте Мага Вора Попробуем Я думаю Неплохо Будет Так Только Маг Вор Какой Пол Эльфер Не Так Так О Женщину Взять Тогда Давайте Давайте Женщину Маг Вор На Мага И на Вора Похож У нас Полуэльф Получается Тогда Какой Ничего Типа Такого Да Что Такое Маг Вор На Мага Не особо Похож Ну Вот Короче Вот Это Хорош Так Полуэльф Класс Маг Вор Блин Вот У меня На Кнопку Микрофон Он Постоянно Шляп Послетает Так Маг Вор Мировоззрение Хаотично Добрый Законопослушный Ага Добрый Только Может быть Этот Да А Ну Он Вор Точно Хаотично Добрый Давайте Тогда Давайте Добрый Так Погнали Тогда Нам Надо В любом Сучи Наролить Побольше Для Начала 81 84 Не знаю Зачем Запоминаю Такое Себе Ладно 86 Попробуем Так Харизма Нам Не Нужна Нам Не Нужна Мудрость Так Кто Мы Маг Вор Нам Не Нужна Мудрость Так Нам Нужен Интеллект Нам Нужен Интеллект Нам Нужно Телосложение У нас Воин А У нас Воина Нет То есть Соответственно Интеллект Ой Телосложение У нас Идет Плюс Два От Шестнадцати То есть В принципе Вот так Можно Сделать Обязательно Ловкость В максим И Силу Так Чтобы Больше Носить Больше Носить Ну че В принципе В принципе Тогда Максим Тогда Так Да и все Давай Мудрость Не знаю Тут без разницы Уже Без разницы Так Вот так Маг Вор Такой У нас Получился Подожди А ловкость У нас Сколько Ловкость Пятнадцать Так Минус Сидим Так Армор Подожди Армор А У нас Четыре Ну все В принципе Ловкость У нас Добавляют Эти характеристики Но единственное Минус Этих То что Плохо Будут Воровать Да Там Двадцать Процентов Добавляют Блин Зато Маг Будет Не давайте Зато Маг Будет Так Навыки Первая Не 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 Аминус Город Там Можно Стащить Будет Че То Стащить Можно Будет Я забыл Какой-то Амулет Хороший Или Какую-то Вещичку Очень Классную Но я Не Помню Ничего Так Окей Этот Товарищ У нас Полуэльф Кстати Говоря Полуэльф У него Я не Помню Чего У него Бонус Толит В любом Случа Проща И Так И меч И щит Вот так Раз он Маг Он не может Ничего Хотя Короткий Лук Может Странно Маг Может Из короткого Лука Стрелять Ну ладно Броню Мы Никакую Одевать Не можем Раз Мы Маг Поэтому Как-то Так И Вор Тоже В броне Так Цветная Сфера Обязательно Кстати Вот Реально Может Даже Опознание Взять Друзья Гохоризма Неплохо Так Че Нам Может Помочь То Отраженный Образ Только На себя Да Получается Цветные Брызги Вот Одно В любом Случе Осталось Поэтому Давай Цветную Сферу Возьмем Она Очень Классная Когда Уже Конечно Потом Прокачаться На пятом Левеле Она Глушает Цель На Три Раунда То Если Мы Проклятие Жрецом Кидаем Потом Цветную Сферу Большой Шанс Что Застопиться И С Ограми Только Так Можно Будет Справиться Хи Друзья Господи Боже Ты Мой Подожди Хи Друзья Да Блин Это Все В одну Что Лик Калитку Интересно Плюс Навыков Это Идет За Левел Там От Этих Или Так Меч и щит Щит Нужен Для того Чтобы По нам Не стрелять Так Защита От зла И Цвета Сверх Прямо То Что Надо Берем Так Давай Так Давай Одно У нас Только Давай Цветную Сверх Запомним Так Внешность Ты Какая Надо Что Ничего Серегу Что Так Пойдет Так Женщина Мак Советую Тебя Посад Я Вас Всех Убью Я Постараюсь Быть Мудрым Лидером Ты Давай Этот Сама Так Амелия Хороший Так Она у нас Полуэльф Мак Вор 18 18 Мудрость Харизма Ну все Вроде Верно Бесшумное Движение Защита Проща Ок Пойдет Принять Так Теперь Создаем Барда Давай Теперь Создаем Барда Давай Кажем Женщину Тоже Наверное Тянь Давай Мужика Тут Бард А тут Бардов То нет Для Мужика Вот Только Вот Это Рожа Пьяна Давайте Женщину Бард Там Красивая Есть О боже О боже Где Женщина Бард Вот Какая Женщина Смотрите О О О Так Где Там Где-то Такая Была Вот Классная С дубиной Она Какая-то Какая-то Это Не такая Какая-то Слишком Бардовская Ну Пипец Бардов То И особо И нету Только Е Так Ну Наверное Можно Вот Какой-нибудь Вот Эту Взять Может Хороший Бард С копьем Давай Давай Ее Возьму Классно Пускай Так Раса Только Человек Может быть Бардом В этой Игре Поэтому Берем Его Так Бард 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 Наверное Возьмем Скальда Потому Что Он Добавляет Тако И урон Всем Сразу же На первом В смысле На первом Уровне Добавляет Два Тако Урон И класс Защиты Прям Прям То что Надо Два Это С ума Сойти Так что Наверное Его Возьмем Правда Он Ну На 15 Только Следующего Улучшения Будет Но Он Может Заклинание Кидать Второй Маг Возьмем Так А кстати У нас же Бод чистый Маг То есть У нас Три Мага Что Либо Болин Надо Вора Тогда Менять Ладно Тогда Сделаем Стандартным Вор Вор Войд Так Законопослушный Истинно Нейтральный Это Кто У нас Это Бард Давай Нейтрально Добрый Он Такой Кто У нас Там Барон Да Вот Давай Как раз То что Надо Так Бросок Бросок Надо Опять Поролить Немножко 86 Думаю Хватит Барду Харизма Нужна Она Вот Хотя Написано Характерическая Для друидов Бардов И паладинов Я Не знаю Для бардов Она нужна Только для цен Для друидов Я тоже Не знаю Зачем Она Для паладинов Хрен его Знает Тоже А Она Паладинов Нужна Она Чтобы Изгонять Нежики Кстати Клерикам Надо Тоже Буду Добавить Кстати Мудрости На Изгонять Нежить Ну у нас Там Парный Класс Поэтому Пришлось Порезать Трик с ним Или Патрика Мудрость Харизма Харизма Изгонять Этих Изгонять Нежить Для паладинов Ну и для Жильцов Ладно В любом Случай Это у нас Бард То есть Нам надо Закидывать Все в Интеллект Чтобы Кастовать Нормально Да И соответственно Ловкость Ловкость Обязательно Максить Ну и силу Потому что Харизма К сожалению Я не знаю 15 Но она Особо-то не нужна Мудрость Убираем Давай телосложение Бард Я не знаю Он считается Наверное Магом Больше Да То есть Для него То есть Он как кастер Получается У него можно Силушку Да богатыр Только до 16 Докатать Чтобы 12 Было В смысле Телосложение Вот И Харизма Я хрен знает Зачем Для Барда Нужна По-моему Она Отвечает За то Хотя Это интеллект Ладно Вот так Вот оставим Вроде как Норм Силы бы Конечно Еще немножко Но Сколько Нам не хватает 86 Вряд ли Я тут Еще выкину 89 Пойдет Три недели Будем рулить Окей Так Естественно Проща И Щиты Печи Окей Хотя Из Барда Вроде как Говорят Можно сделать Неплохой С двумя Оружиями Там Что-то Там Но Это Уже Потом Посмотрим Хотя Тогда И силу Надо Блин Если он Милишки Слушай А давай Ка Силы Подролим Я сомневаюсь Может Тогда И силу Надо Ему Побольше Подобрать Если Потом Будут Милишки Так Нам Получается 89 Минимум Надо Так Ну-ка 88 Торизму Убираем Мудрость Убираем Интеллект Силу Ловкость Вот так 16 Вот Уча Сила Норм Мудрость Нам Не Нужна Мудрость Просвещенность Да Вот И 15 Минимум Нормально Пойдет Окей Так Навыки 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 Чего у нас Там было Проща И Щит Берем Внешность Так Она у нас Такая Серо-коричневая Давай Серо-коричневая Вот это Волосы Это Все Не то Вечно Начинаешь Так Какой-нибудь Вот такой Вот Так Какой-нибудь Коричневый Такой Пойдет Так Женщина Старуху Так Вот Старуху Убийца Если Я Поведу Это Будет Только Справедливо Блин Во второй части Свидейла Классным был Этот Ворд Да Там Можно было Выбрать И у него Реплики Офигенные Я так Хитер Так умен Я улыбаюсь Хохочу Тебя закрутит Смех А круговерть И не заметишь Ты крадущуюся Смерть Блин Вот это Было Офигенно Там Так Барт Пускай Будет Лидия Так Так Полурослик Вот Видите У него 20% Карманы Кражи Вот это Вот это Все И к ловкости Еще бонус Так что Я думаю Что Воин Вор Сама Вот это Будет Харгош Прям Вообще Так Интеллект Ему Не нужен Да Мудрость Так Кто У нас Воин Вор Интеллект Ему тоже Не нужен Хотя Шмотки Может И И И И И И И И И Так Но Слишком Много Не Надо Давай Наверное Мудрость Немножко Вкинем Не знаю Зачем Пускай Будет Так Харизма Харизма До 10 Вот так Вот Хотя Так Тут Все У нас Получается Интеллект Пускай Будет Умно Все Воин Вор Прям Вообще Отлично Заходит Погнали Навыки Вот Смотрите Сразу 33 Офигеть 50 60 Хорош Так Тут Обязательно Проща Меч И Проща Вот Теперь Воин Вор Смотрите Как Плюс 2 Теперь У него Прям Вообще Хорошо Теперь Он Стрелять Был Прям Прям Офиген Так Зелеными Вот Так Кислотный Конечно Так Коричневый Вот Так Так Не Так Зеленый Так Вот Тут Как раз Есть Голос Для Него Прям Чем Тише Клинок Тем Лучше Режет Я Об Этому Позабочусь Как По Мне Так Нормально Начинаю Всерьез Уставать Вот Хороший Прям Прям По его Роже Так Имя Пускай Бот Флик Не знаю Ничего не мог Придумать Так Погнали Так У нас есть Паладин Воин Клерик Барт Воин Вор Получается На священника Чистого Создать И чистого Мага Давай Сначала Со священником Все понятно С магом Пока Непонятно Так Священник Наверное Тоже Его Полуорком Сделаем Потому что Он Только Вторым Потому что Потому Так Класс Чистый Священник И Темпуса Так Темпуса Темпуса Он по-моему Добавляет Хорошую Хаос Битвы Да На один раз Добавляет Улучшение Всем союзникам Ухудшение Всем врагам Радиус 60 футов От заклинателя Заклинание Длится Один ход И действует Случайным образом На класс Защиты Пункты Здоровья Тако Спас Броски И удачу Цель Или удачу Цели То есть Это получается Надо еще смотреть Что там Закастовалось Да Тут еще и рандомно Блин А это что делаю От основной параметры Мудрость Так от понятного Знание нежити Может здесь Жизически Так это все понятно 1.8 Достичь Один слой Любом навыке Та-та-та-та-та А даже какие ограничения Тут не может Только одну хотеть А ну понятно Вот это ограничение Так Ну я думаю Что вот эту возьмем Она более-менее Еще Она кастуется Мгновенно И святая сила Он сразу превращает Себя в воина Блин Там 18 Не соврать Би 70 С чем-то там Добавляет Силы Вот Ну у нас все равно 19 будет То есть она Для орка Война Это бесполезно Окей Ладно Погнали Так Так Для полуорка Для орка Так Отечно Добрый Давай Психопат Всех лечить Так Ну что Тут надо Прям усираться До 88 Наверное Да Мудрость А нет Здесь вообще легко Здесь 83 82 Хватит Так 91 Сила В любом случае У нас 19 Харизма Кстати Харизма Нужна Интеллект Не особо Нужен Сила Ловкость Это все Берем Интеллект Наверное Убираем Тут у нас Будет Грамотей 2 Даже Представляете 2 И 1 Персонаж С интеллектом 8 Или менее Совершенно Неграмотен И не может Пользоваться Свитками У нас Короче Вообще Псих Полный Ой Боже мой Ладно Так Надо Мудрость Максить Кстати 91 Хорошо Сколько у нас 18 То есть Харизму 16 Возьмем Она По-моему Нужна Подожди Все верно Я уж читаю Тут написано По-моему Она Харизма Отвечает За изгнание Нежити Что очень Нам пригодится Бот Интеллект 1 Прям интересно Даже посмотреть Бот Короче Бот У нас Священник Просто так С безумным Взглядом Слюня Такая Течет Прям Изо Рта И он Такая Кого Бахилить Прям Вот чистый Полург Он Даже Можно Просто Без полу Он Просто Наверное Орг Просто Скрываться Я не знаю Короче Вообще Отличный Зато Бот Очень Сильный Мая Крушить И все И пойдет Так Молот У нас Занят Моргенштерн Давай Тут сразу Два типа Туда Перекрывают Тоже Кстати Кстати Ему Наверное Прощу Даже взять Давай Кому Прощу Возьмем Потому что Он Стрелять Я думаю Вот По первому Да Наверное Пока Прощу Возьмем Он Будет Сначала Стрелять Потом Уже С этим Возьмем Так Ну тут Обязательно Проклятие И пока Обреченность И защиту От зла То есть Стандартный Набор Клерика Нашего Пока Так Так Этого Надо Позеленее Сделать Чтобы Отличался Он Вообще Лыс Что-то Сделать Чтобы Не было Волос Таким Жел Цветом Сделать Так Этот У нас Какой-то Вот Так Идет Так И опять Серо-белый То есть Пираса Блин Как можно Такой Си Какой-нибудь Вот так Во Прям Отлично Вообще Хорош Так Надо Теперь Выбрать Какую-то Я об этом Позабочусь Крепите Я омою Бороду Твоей Само То Интеллект Один Вот Само То Ему Вообще Красота Так На его Как назвать Тоже Соответствующий Интеллект Один Так Пусть Буд Ух Вот Отличное Имя Для Интеллект Один Ух Как Тебя Зовут Меня Зволь Ух Вообще Красота Так Ух Готов И Получается Нас Надо Создать Мага Нам Надо Создать Мага Так Давай Женщину Как 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 Небудь Магичку Магичичку Да Что-то Тут Что-то Не особо Вот Неплохая Так Раса Так Нам Мага Во-первых Надо определить Кто будет У нас Мага Так Длинных Мечей Также Луков Очарование За Блин Так Ну это Ерунда Все Единственное Я не знаю Его создавать Наверное просто Чисто Мага Либо Мага Либо Колдуна Или вообще Друида У нас Ну хотя У нас Надо Мага Обязательно Брать Давайте Наверное Мага Возьмем За Колдуна Вроде Как Играть Полегче Или За Друида Я не помню За кого Полегче Друид Ой Колдун Он слишком Ограничен Вначале То есть А Не может Использовать А Может Использовать Не может Окей Так Ну Маг Он Хотя бы Свитки Может Заюзывать Да Давай Наверное Мага Возьмем И Менять Заклинания Какие Нужны Будут Он Такой Более Вариативный Я думаю Давай Наверное Так Возьмем Его Никого Из этих Не будем Брать Школы Специализации Потому что Не знаю Вообще Не вижу Смысла Простой Маг Необузданный Тоже Не будем Потому что Он может Шибануть С 5% Шансом Кого Нибудь Своего Нафиг Так Ну Миров Заряни Какой Нибудь Законопослушный Добрый Тоже Пускай Это Подружка Нашего Паладина Так Кстати Сила Влияет На Урон От Прощи Поэтому Магам Тоже Желательно Силу Большую Потому что Они Только Прощой Стреляют Поэтому Надо Сразу Силу Подбивать Нормально Ну и Ловкость Ловкость Вообще Всем Нужна В первой Части Класс Брони Никто Не Отменял Балин Тоже На Апароль Либо Сейчас Конечно Хотя Б 85 Так 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 Харизму В ноль Она Не нужна Ему Мудрость Тоже В ноль Пока Так Докили Вон Сюда В телосложение Выше 16 Его Не Надо Магу Силу Силу Так Ну Давай В мудрости Закинем Не знаю Особо Тоже Важно Нет Так Телосложение Только Модификатор 2 Поэтому Смысла Нет Телосложение Больше Вкидывать Окей Так Навыки Естественно Проща И Защита От зла Кстати Говоря И Цветная Сфера Да Но Мы Сейчас Можем Только Один Выучить Пускай Цветная Сфера Так Внешность Она такая Желтенькая У нас Так Это Страшная Не накрашенная Страшная Что такое Так И Более Менее Красный Что-то Промельки Вот Такое Очень Похоже Советую Тебя Опасаться Твое Время Подошло К Концу Я Постараюсь Уберечь Нас Всех От Проблем Прольем Женем Немного Крови О Хорошая Так Спокойная Тетка Так Энет Энет Все Тогда Начинаем И в следующей игре Наверное Уже Да В следующей игре В следующей Этой Серии Мы уже там Начнем Ну давайте Наша История Начинается Здесь В тихой Рыбацкой Деревушке Истхейвен Одно Из так Называемых Десяти Городов Долины Ледяных Ветров Это Крошечное Селение Вряд ли Может Называться Городом Скорее Совокупностью Ветхих Хижин Сбившихся В кучку На ледяных Берегах Лак Дин Нешера Здесь Внутри Тускло Освещенной Таверны Сгрудилась Вокруг Стола Группа Путешественников Которые Обмениваются Байками И строят Большие Планы На будущее Совершенно Не подозревая О той Роли Которую Им придется Сыграть В последующих Вскоре Событиях Что это? Новое лицо В городе, а? Что ж Мы рады Гостям Звать Меня Хродгар Сам Я из Хеллсфара Но вот Изъездил Весь Фейру Вдоль И поперек Да я Обосновался В этом Городе Чем Весьма Доволен А как Пути нет Лучшего Способа Согреться С дороги Чем пропустить Стаканчик Другой У Гризеллы Ты задрал Голос Менять уже А если вам Нужен Ночлег Рекомендую Поговорить Сквимби В гостинице Сугроб Что на Восточной Окраине Города Снаряжение И прочие Припасы Можно купить В соседнем Доме В торговом Центре Помаба Прямо скажу Дорого Он берет Даже для Калимшанца Да только Лучше иметь Хорошее Снаряжение И пустой Кошелек Чем наоборот Неподготовленные Путешественники В этих краях Долго Не живут После того Как отдохнете И соберетесь Заходите Ко мне Это рядом В паре домов Отсюда Есть одно Дело Которое Я хотел бы С вами Обсудить Ну ладно До встречи Прощай Ну вот Собственно Мы и начали Нашу Нашу Историю Нашу историю Вот И давайте Наверное Тогда Кстати Сейчас Чисто посмотреть Можно ли поменять Так подожди Настройки персонажа Вот Внешность Да Давай мы Ей сменим Что-то Не совсем На Барда Не похожа Она Какой-нибудь Ха-ха-ха Она кардинально Поменял Ладно Давай Оп Она кардинально Вот нормально Представить Для Барда Прям с какой-то Флейтой Окей Вот Сама А то теперь Ладно Ребятушки Давайте на этом Закончим Только нам надо Клирика Мак Воин Вард Ну кстати нормально Клирика Только надо Поближе Сюда Варда Сюда Продолжим Продолжим Уже Следующая серия Все квесты Возьмем Дальше По Этим По сюжету И двинемся Спасибо большое За лайки За поддержку За подписку Ребятушки И увидимся Уже в следующей серии Всем доброго Друзья Всем самого хорошего И всем пока Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok